МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уважаемые жители города Держинска, те, кто сегодня пришли на эту площадь, сегодняшний митинг наш посвящен защите наших озелененных территорий, как города, так и округа. Мы здесь собравшиеся, не политически ангажированные, мы граждане, независимо от наших взглядов, любящие свою малую родину. Мы граждане, которые уже который год ведем с властью и борьбу, и диалог, пытаясь защитить наши озелененные территории. Но, к сожалению, процесс уничтожения не остановим. И только поднять весь голос, голос всего населения города. Только тогда мы сможем защитить наш город. Иначе в итоге мы получим больных детей. Нам здесь будет дышать нечем. Будут одни торговые центры и асфальт. Наши деревья не лечатся. Они умирают. Мало того, что они умирают, у нас вырубают. Все. Я предоставляю слово активисту нашего движения, Вилкову Сергею. Организаторы этого мероприятия – обычные люди, которые готовили митинг в защиту озелененных территорий города в свое свободное время. Мы готовили этот митинг в меру своих сил. И учитывая, что наше мероприятие проходит в разгар лета, в середине рабочей недели, а также инертность людей, потерявших веру в способность что-либо изменить, я считаю, что мы собрали достаточное количество жителей города, чтобы власть услышала наш голос. Генеральный план города отразится на всех без исключения жителей. Он на долгие годы определит уровень и качество жизни не только нынешнего, но и подрастающего поколения держинцев. Этот документ должен преследовать цели устойчивого развития города, чтобы обеспечить высокое качество городской среды, высокое качество жизни, равновесие города и природной среды. Но только в Дзержинске все по-другому. Предыдущий генплан, принятый в 2007 году с поправками 2010 года, уже сокращал площадь городских лесов свыше, чем на 2500 гектар. То, что их сейчас еще не вырубили, не значит, что не вырубят потом. Новые поправки, которые внесли, сокращают еще более, чем на 2000 гектар площадь городских лесов. Под топор идут сотни гектар леса Упыры. Сотни гектар на Северном шоссе, за Северными воротами, там, где люди отдыхают, катаются на лыжах. За микрорайоном Западной 3, все полностью до Володарского района под топор. Вдоль Московского шоссе, по дороге на Богородск, все, все под топор. Тысячи гектар лесов. Фактически в этом городе не останется мест отдыха, где люди смогут покататься на лыжах, или позаниматься бегом, или просто прогуляться, подышаться в воздухе. Для них организуется один-единственный парк в поселке Дачный. Вы поедете в Дачный отдыхать в этот парк? Значит, дальше. Это ведь еще не все. Существуют еще санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, автодорог, это еще тысячи гектар. В них можно, допуская действующим законодательством, сокращать площадь озелененных территорий и устраивать строительство. То есть еще тысячи гектар можно будет уничтожить. Кроме того, значит, городские леса, которые мы видим с вами, когда сейчас въезжаем в город или выезжаем в город, которые нам очень любят показывать администрация на генеральном плане города Держинска, вот у нас сколько лесов много. В правилах землепользования застройки, документе, который определяет как раз режим использования этих лесов, этих лесов, как городских лесов, нет. Это просто участок земли. Поэтому, когда им нужно сказать, что с экологией в Держинске все хорошо, что с зеленью в Держинске все в порядке и даже лучше, они показывают нам генплан, где городские леса изображены как городские леса. А когда нужно инвестору что-то построить, они ему достают правила землепользования и застройки и показывают, вот у нас сколько земли, стройте где хотите. Это всего лишь земля, поросшая леса. Городские леса практически обречены по новому генплану. И вот эти вот разночтения, это я сейчас обращаюсь к депутатам, которые у нас здесь присутствуют на митинге, актив депутатов, не согласных тоже с такой постановкой вопроса. Я к ним обращаюсь разобраться с этими разночтениями. У городских лесов должен быть режим использования, только как рекреационных зон, только как городских лесов. Кроме того, следующая проблема генплана, заложенная еще в 2007 году и никак не разрешаемая сейчас. Согласно градостроительного кодекса и законов Российской Федерации, в том числе закон об озелененных территориях Нижегородской области, документы территориального планирования должны разрабатываться на основании существующих нормативов. Одним из таких нормативов является норматив по озелененным территориям общего пользования на одного жителя. Так вот, по этим нормативам для города Дзержинска площадь озелененных территорий общего пользования для одного жителя составляет 16 квадратных метров, должна составлять. В Дзержинске только 5,5, только 5,5. И эта ситуация длится с 2007 года. Между тем, Конституция гарантирует нам право на благоприятную окружающую среду. Согласно Конституции, права человека являются перманентными, непрерывно действующими, то есть действующими здесь и сейчас, а не в 2015-2020 году, когда Генплан обещает нам достичь этот норматив. И вот что поразительно, люди, сейчас, когда администрация по закону, готовя новые поправки в Генплан, должна была обеспечить выполнение этого норматива, и ничто не мешает его выполнить, потому что еще городские леса не под топором, еще участки не распроданы, еще можно их включить в реестр озелененных территорий общего пользования. Она не идет по этому пути. Она по-прежнему нас ставит в очередь на 2020 год, что в 2020 году мы будем якобы жить в зеленом городе. Но и это не так, потому что не учитывается существующие озелененные территории непосредственно вокруг административного центра, городского населенного пункта города Держинск. Нам показывают леса далеко за пырой, показывают леса на дачном, но существующие наши леса на Западном-3, существующие леса на Северном-шоссе, их не хотят защитить, их хотят отдать под топор. И это преступление, и непонятно, как прокуратура будет пропускать такой генплан, когда не выполняется норматив, а он должен быть выполнен. И существующие озелененные территории должны быть учтены. Кроме того, изучая генплан, мы столкнулись с такой ситуацией, что и в самом городе, непосредственно в городе Держинска, бульвары и аллеи, и прочие озелененные территории, которые могут служить как озелененные территории общего пользования, сознательно не учтены. Примером таких неучтенных озелененных территорий, которые надо защищать, и которые могут быть использованы как прогулок, для отдыха граждан, является парковая аллея. Она до сих пор не включена в реестр озелененных территорий общего пользования. Это позволило уже там построить спортивный комплекс. И сейчас новые поправки в генплан готовят еще 1,7 гектара напротив того спортивного комплекса под еще один. То есть парк будет, наш городской центральный парк, который существует уже столько лет, который островок зелени в середине города станет еще меньше. Не учтены даже участок в правилах землепользования и застройки в конце бульвара мира. Даже не в конце, а вот примерно как раз от драмтеатра, где мы сейчас стоим, и до Вечного огня. Здесь тоже можно строить, можно вырубать. Потом такая же ситуация на Циолковского. Сейчас они говорят, что они пытаются новым генпланом якобы защитить всю Циолковку. Но на самом деле и это не так. Дом Циолковского, 41, большой карман напротив ателье, остановка, кто знает. Там, значит, еще даже деревянные скульптуры стоят. Там детская площадка, много зелени, дети играют. С высокоэтажных домов огромное количество детей. Так вот эта вот площадка, она не включается ни в ПЗЗ, ни в генплан, как озелененная территория общего пользования. И когда туда придет очередной застройщик, ему покажут, что здесь можно строить. Он сможет там строить торговый центр, парковку, все что угодно. Где будут дети гулять, эта власть не волнует. Вот это вкратце, еще не все даже проблемы генерального плана. И сейчас, уважаемые жители, перед нами стоит вопрос. Жить нам дальше в таком городе? Уехать из него? Или бороться за свои права? Многие из тех, кто здесь присутствует и сейчас будет выступать после меня, выбрали второй вариант. Бороться. Потому что здесь наша Родина. Давайте все сейчас дружно скажем этим зажравшимся, сидя находящимся у кормушки властной. Здесь наша Родина. Давайте все вместе. Здесь наша Родина. Здесь наша Родина. Пусть они услышат. Здесь наша Родина. А тем, кто собирается застроить парковую аллею, собирается уничтожить наши леса, собирается заставить нас жить в этом неуютном, экологически неблагоприятном городе, скажем, не забудем, не простим. Давайте все вместе. Не забудем, не простим, не забудем, не простим. Это не все проблемы, которые были озвучены. Если вы заглянете в свои дворы, они у вас тоже находятся под очень серьезной опасностью. И многие это уже почувствовали. И это тоже наш генплан. Там колоссальные предусмотрены уничтожения во дворах. Им не хватает земли. А нам скоро будет не хватать кислорода. Слово предоставляется председателю ДОС микрорайона Людмиле Федоровне Поповой. Их дом окружен строительством. Когда мы с семьей в советские времена поселились в доме на проспекте Царковского, это был восторг от самой улицы, от ее просторного зеленого благоустройства, липовых аллей, от развития зеленого латчатка. Архитектура маленького города была на высоком уровне развития. Потом случилась перестройка. Появились новые русские. Затем большие новые русские. Затем очень и очень большие русские предприниматели. А у очень-очень больших русских предпринимателей, по-видимому, растут одновременно. Очень и очень большие аппетиты. И начали они город развивать не вширь, а втыкать точечными застройками созданные и законченные архитектурные ансамбли советских времен. Свои прибыльные торговые дома. Дело в том, когда это делается в стороне от тебя, ты, конечно, ощущаешь диском в доме. Неприятие. Но бездействуешь. А когда вдруг ты просыпаешься, а у тебя под окнами вместо зеленого ландшафта липочек и березок, гор выкопанного грунта, металлических труб, щебенка, какие-то панели и другие строительные материалы, это уже такое взрыв эмоций, возмущение, хочется кричать. Кто же у нас позволяет такое безобразие? Видимо, с ростом аппетитов растет и неукротимая алчность. И исчезают последние капли совести и чести. Тем более забота о ближнем, о его праве на благоприятную окружающую среду. Не их руками все это строилось, чтобы все это рушить. Это память нашей исторической эпохи. Давайте все мы будем этого, не будем этого позволять. Власть боится. Она ночами вырубает леса, как это случилось в поселке Дачном, когда утром, проснувшись, люди увидели пустырь. Там должны были строить малоэтажное строительство. Но для чего нужно было вырубать все и делать пустырь, когда можно было сохранить часть лесов? И я думаю, люди, которые бы поселились, и поселились сейчас там, они испытывают очень большое неудобство. И так они строят. То же самое произошло по дороге на кладбище. Вы знаете, там тоже вырубали, как поле. Это надо прекратить. Это безграмотное, циничное отношение к тому, что нас кормит, к тому, за счет чего мы с вами живем. Слово предоставляется заместителю председателя экологического комитета городской думы Чеснокову Олегу Александровичу. Здравствуйте, уважаемые горожане. Я горд за каждого, кто сегодня сюда пришел. Я благодарен каждому, кто сюда пришел. Мы не можем молчать, потому что уничтожают наше будущее, уничтожают будущее наших детей. Те изменения в генеральный план, который администрация города внесет в четверг в городскую думу, изменят облик нашего города кардинально. И мы с вами в результате этих изменений получим город-склад, город-торговый центр. Сегодня те, кто уничтожает городской парк, арендуя 300 тысяч квадратных метров городских земель за тысячу рублей в месяц, готовы к тому, чтобы 1 гектар и 7 десятых площадь срубить деревья, и построить там торговые ряды. Там, где моя бабушка в советское время гуляла и кормила с руки живущих в парке белок, будут продавать водку и чипсы. Предыдущая администрация приняла бестолковое решение о строительстве домов для многодетных семей в районе кладбища поселка Свердлово. Изменения в генплан усугубляют эту ситуацию. У этих семей отобрали землю и передали ее под производство складов одной очень известной пищевой компании. Расстояние между жилой застройкой этих домов и кладочным составляет на сегодня 100 метров. Это преступление перед многодетными матерями и их детьми. Эти люди обречены в течение всей своей жизни, живя в этих домах, с северной стороны будут наблюдать ежедневные проходы, церемоны погребальные. С южной стороны они будут наблюдать из окон, стены, складов сладкой жизни. А с восточной стороны им откроется обзор на городской погост. Я обращаюсь не только к тем, кто пришел сюда. Я обращаюсь к тем, от кого в четверг будет зависеть судьба генерального плана. Сделайте, как поступлю я. Проголосуйте против генерального плана уничтожения моего города. Спасибо. Сегодня приходит эта проблема в каждый двор. У нас увеличивается количество машин. Мы вроде бы как начинаем жить лучше. Но наши детские площадки превращаются в территорию однокомнатной квартиры. И мы не замечаем, чем дышат наши дети. Эта проблема нависала уже несколько лет. Но, к сожалению, ей никто не занимался. И сегодня есть угроза, что нашим детям, маленьким, даже выйти во двор будет опасно. Председатель экологического комитета ТОС Пушкина-Бабушкина, активисту нашего движения Датьяне Ивановне Богатовой. Добрый вечер. Я присоединяюсь ко всем организаторам митинга и благодарю тех людей, которые сюда пришли. Полагаю, что все собравшиеся не совсем знакомы с таким документом, как генплан. Я попытаюсь образно вам рассказать, что это такое. Мы можем сравнить город с организмом человека. Организм молодой, потому что у нас город моложе, чем Нижний Новгород, чем Москва и другие города. Но организм скорее жив, чем мертв пока. Что такое генплан? У города есть проблемы. Генплан можно сравнить с амбулаторной картой. Как у человека есть амбулаторная карта, в которой описан его физический статус, так и в генплане описывается статус этого города. И у нас есть терапевты, у нас есть хирурги. Терапевты это администрация. Они ставят диагноз городу. А хирургами выступают заказчики генплана. И происходит пересадка органов, не спрашивая организм. Там, где был Первомайский лес, появляются бани, торговые комплексы, где памятник природы, коттеджи, яхтклубы. Некоторые вот эти пересаженные органы начинают мутировать и превращаться в раковую опухоль. Ученые шведские Отто Варбург установил, что раковая опухоль развивается в кислой среде. За это он получил Нобелевскую премию. Кислой средой, если продолжать это сравнение, является Тума, которая позволит, если примет этот генплан, она позволит развиваться раковым опухолем. Их можно перечислять и дальше. Это в городских лесах промышленные предприятия, под логистику. Леса это легкие города. 27-го, сегодня 25-е, через день будет заседание городской думы, на котором будет утверждаться этот антинародный генплан. Сегодня мы сожалеем, конечно, что не все люди сюда подошли, чтобы узнать правду. А это правда, это наше с вами спасение. Город, который мы любим, должен быть для нас, а не для небольшой кучки предпринимателей, которые утверждают, город должен расти. И какой ценой нам это безразлично. Под этим словом, город должен расти, они понимают только свой бизнес, а не наши с вами интересы. И если мы будем молчать, так оно и произойдет. Защиту своего города, защиту своих легких. Председатель общественно-экологической организации в ЮНИЦе Михаил Сергеевич Бурнов. У каждого дела, у каждого здания, у каждого города есть свой руководитель. Также у нашего генплана есть человек, который за это отвечал и отвечает. Тогда, когда генплан принимался, этим руководителем был мэр Портнов. Так вот, я призываю осудить действия бывшего мэра Портнова как антинародные, как древние ряд населения и прошу депутатов нашей городской думы выразить наше общественное презрение бывшему мэру Заржинска. Кроме него, есть еще и другие люди, которые отвечают за генплан. Это наши молчалины, говоря словами Грибоедова, не сметь свое суждение иметь. люди, которые исполняли молча его приказы, но не могли и не хотели сказать свое общественное значимое слово, противостоять этому. И эти люди, это в первую очередь руководитель градостроительного управления Дементьев. Я считаю, что не место ему на этом посту, если он идет в разрез чаянием горожан, если он идет на поводу у наших местных олигархов и их покровителей. Долой его с этого поста. Неужели нет в городе гражданина, патреона нашего города, который бы отстаивал интересы горожан? Долой Дементьева! Второе, я хотел бы сказать, что весь генплан, конечно же, не достоин того, чтобы его перестанавливать, но я считаю, что те разделы общественно-резонансные, которые затрагивают наших горожан, в первую очередь, должны сейчас быть под прицелом, и их включить в мораторий, именно те разделы, которые противоречат нашим с вами интересам. Это как раз раздел по зеленевым территориям. Третье, кроме города Дзержинска, самого города Дзержинска, есть, существует округ город Дзержинск. Так вот, в этом округе находятся еще населенные пункты, поселки наши. Так вот, в этих поселках, увы, к сожалению, нет озелененных территорий, не обозначенных территорий, вообще нет зонирования. И самое главное, чуть позже был принят генплан Нижнего Новгорода. Так вот, согласно того генплана, каждый поселок Нижнего Новгорода имеет четко обозначенные границы озелененных территорий, и никто не имеет права что-либо строить без разрешения администрации Нижнего Новгорода и жителей этих поселков. У нас же и на Дачном, и в Горбатовке, и в Гавриловке, и на Пыре, где только нет, где только живут люди, нет возможности защитить свои озелененные территории. Практически поселки остаются незащищенные. Я прошу депутатов включить, мы уже об этом говорили, и когда обсуждали на фестных слушаниях генплан 2007 года, но нас не услышала та власть. Я прошу депутатов включить и этот пункт в их разговоры на начинание Городской Думы. Долой тех, кто идет вразрез с интересами города, вразрез с интересами жителей города. Позор таким руководителям. наше общественное движение выходило в суд именно по этому вопросу, потому что у нас лукавый, очень лукавый принят генплан, где город является округом. Мы доказывали, что это нарушение юридическое, это действительно нарушение закона и федерального, и областного, но нас не услышали ни депутаты тогда, и не услышали ни власти, они преднамеренно это не слышали, и нас, к сожалению, не услышал наш суд, в чем мы были крайне разочарованы, понимая, что коррупция проедает нас. Слово предоставляется председателю регионального отделения партии РОС Дунаеву Сергею Валентиновичу. Добрый вечер, дорогие дзержинцы, добрый вечер, дорогие братья. Я, во-первых, хочу высказать слова благодарности организаторам. Дорогого стоит в столь жаркие дни, когда большинство граждан за городом все-таки решится на такое мероприятие. Почему? Потому что город вновь в опасности. Вот уже было приведено массу примеров, что у нас хотят отнять наши зеленые легкие, хотят отнять наши активы, наше здоровье, наш комфорт и все, что с этим связано. Возникает вопрос, почему это происходит, кто это делает. Вы не задавались таким вопросом, наверное, многие этим задавались вопросом. Моя коллега только что сказала, что есть некая кислая среда, в которой очень активно развивается рак вопросом. Давайте вспомним события годичной давности. Изменили устав, снесли всенародно выбранного мэра и после этого, что называется, понеслась. Помните, да? Так это вот следствие того, что произошло. И я сегодня вращаюсь с тем депутатом, которые год назад не услышали нас. Вы теперь пожинаете плоды и мы вместе с вами, к сожалению, хлебаем эту горькую чашу. Те люди, которые пришли к власти, что это за люди? Мы их всех хорошо знаем. Поэтому они из кондачка на коленке, по сути дела, в срочном порядке вносят изменения в генплан для решения своих узких, корыстных, клановых проблем для них и проблем для нас. Вот в чем проблема. И сегодня мы видим, что нет у нас другого, как надо снова сплачиваться и вставать на защиту своих, в первую очередь, интересов, интересов наших детей, интересов наших стариков. 15 лет назад, если мы посмотрим и проведем некий экскурс исторический, у власти был Трофимов. Помните, да? Помните. И мы помним, какая команда с ним работала. Многие говорят, что было сделано очень много хорошего. Наверное, было сделано. Но вспомним, что тогда пришел НТЭК, да? Тогда пришло отопление за тепло в летний период. И тогда расчленили и обезобразили, можно сказать, нашу главную центральную площадь перед центральным универмагом. Вы все прекрасно это помните. Из этой площади сделали каменные джунгли. для меня сильным ударом было то извещение в свое время, когда мне сообщили, что начинает пилить Первомайский лес. Кто это пилил? Да те же люди из той же команды, которые снова пришли к власти. сегодня сообщают наш коллега, что господин Паркнов протащил новый динплан. И снова они навязывают нам свою волю для защиты своих только интересов. Извечный вопрос, что делать? Надо восстановить срочно и практическом плане работу общественных инспекторов. Нам надо организовывать общественные народные дружины в рамках закона и преследовать такие вот события и не давать этим людям распускаться. В принципе, мы сегодня эту работу начали. Нам надо усиливать ТОСы, нам надо организовывать наши дома. Больше нам надо делать. Вы согласны со мной? Ну, на этом все. Спасибо. Сегодня, несмотря на немногочистость нас, я думаю, эта проблема волнует каждого жителя, так или иначе. И отрадно, что сегодня у нас на митинге группа депутатов. Это дает нам уверенность, что все-таки не все потеряно. Слово предоставляется депутату городской думы Сергею Викторовичу Алмаеву. Добрый вечер, уважаемые жители. Сегодня здесь, я думаю, собрались те люди, которые переживают за будущее нашего города. А какое оно будет, по уму должен определять стратегический план развития города. И вот отсутствие этого мы сегодня пожинаем. Что происходит с нашим городом? Бессистемные точные застройки, вырубка зеленых насаждений, уничтожение лесов. Сегодня нам предлагают принять изменения в генеральный план при отсутствии стратегии развития города. Зачем мы ставим телегу впереди лошадь? Я хочу обратиться к своим коллегам, которые будут принимать решения на Думе. Отклонить данный проект администрации, отправить его на доработку, исключить оттуда пункты изменения, которые неприемлемы и идут вразрез интересам развития города и включить туда предложения, которые предлагают общественники и экологи. Спасибо. Слово предоставляется депутату городской думы Ивану Юрьевичу Килину. Добрый вечер, дорогие друзья. Будем надеяться, что он будет добрым. Вы знаете, когда я увидел предлагаемый генплан, у меня возникла сначала первая мысль. Я сразу назвал этот генеральный план гениальным. В кавычках, разумеется. Вы знаете, у меня есть достаточно такое простое предложение. Вот лично мне и моим коллегам, моим товарищам, я думаю, что я уверен, что большинству из, может быть, даже всем присутствующим здесь на митинге этот генеральный план не нужен. Я предлагаю его просто выбросить мусорную корзину, а предложить другой генеральный план. Не с торговыми центрами, не с магазинами, не с складами, а с новыми липовыми аллеями, с каштановыми аллеями, с высадкой деревьев, с новыми парками, с новыми зелеными зонами. Я думаю, что абсолютное большинство держинцев поддержит такой генеральный план и будет совершенно по-рубому относиться к той власти, которой этот план будет А еще хотел бы сказать, что выступить здесь и занять такую позицию меня сподвигали последние события. Я имею ввиду скандал с вырубкой в Пырском лесу. Я имею ввиду это липовое дело, так называемое, на циолковке. Липовое дело, которое, если так пойдет и дальше, очень может перерасти в липовый кризис. И вот после этого еще неизвестно, не приклеится липавшей нынешней власти ярлык Липовое. Спасибо. Вы знаете, как неожиданно вырубили лес в поселке Свердлово, который стоял около кладбища. Там собралась инициативная группа. Люди боролись до последнего, вырубали лес ночью. Слово предоставляется руководителю инициативной группы в защиту озелененных территорий района поселка Свердлово, Алексею Александровичу Шилову. Уважаемые граждане, я всего лишь расскажу, как это происходило у нас. В прошлом году практически в одночасье 10 гектаров молодого соснового леса исчезло и превратилось в песчаный пустырь. Происходило это все под эдитой федеральной программы расселение малоимущих. Мы не против малоимущих и не против ветеранов, пускай строятся. Мы провели пикет, мы защищали свои права, мы обращались во все инстанции и ответ практически один, одинаков у всех. Все производится в соответствии существующим утвержденным генеральным планом развития города. Отсюда делаем вывод. Бороться с принятым генеральным планом, когда он уже утвержден, практически невозможно. Я призываю вас к тому, чтобы предлагаемый генеральный план, учитывающий интересы узкой группы лиц, не был принят. Потому что следующий район может быть ваш, вы просто этого не знаете. Спасибо. Мы помним с вами, как защищали свадебную площадь, особенно активное участие принимала молодежь, ее не услышали. Мы помним с вами, как защищали Первомайский лес, нас не услышали. Мы помним с вами, как защищали право выбора мэра всенародно, нас не услышали. Интересно, услышат нас сейчас, одним из постоянных приверженцев за справедливость депутат городской думы Гоременко Александр Вячеславович. Дорогие держинцы, уважаемые земляки, мне 36 лет, я родился все эти годы, прожил в нашем с вами родном любимом Держинске. И я помню его имя. Я помню его еще с неизуродной торговой площадью. Я помню его еще с неизуродным поселком Дачный, который сами жители сейчас называют неудачный. Я помню его со свободным для прогулок берегом реки Оки в районе поселка Жовнино. Последние лет 15 в городе развернулась жесткая борьба за лакомые кусочки городской земли. Это борьба личных амбиций, это борьба очень серьезных коммерческих интересов. За скобками этой борьбы оказались жители города. И город с ними изменился. Город получил заборы на реке Оке. Город по определенным показателям, таким как количество квадратных метров торговых площадей на одного человека, опережает не только российские города, но выходят в лидеры уже европейские. Уважаемые дежинцы, город это не отчина отдельных деятелей, отдельных персонажей. Город это наша с вами совместная среда существования. И когда у нас отнимают наши парки, отнимают наши городские леса, наши бульвары и скверы, мы вправе сказать твердо и нет этим изменениям. К сожалению, в последнее время мы с вами самоустранились от понимания тех вопросов, от тех решений, которые принимает городская власть. Приведу маленький пример. Общественные слушания, которые состоялись по изменению в Генеральный план. 40 с небольшим человек. Общественные слушания по одной из наиважнейших проблем экологических городов. Ликвидация экологического ущерба. Чуть более 20 человек. И сегодня на этой площади я думаю, что не будет ни одного свободного места от людей с активной гражданской позицией, от людей, которым неравнодушна собственная судьба. Здесь сегодня звучит песня СОЯ «Перемен». Требуют наши сердца. Перемен действительно необходимы, они назрели. Но эти перемены нам придется начинать с самих себя. Спасибо. Уважаемые держинцы, конечно, не в упрек тем, кто сегодня здесь стоит, а в упрек тех, кто не нашел часа в год, чтобы прийти и выразить свое отношение к происходящему. это, конечно, наша очень серьезная проблема. Я помню однажды, когда собирали митинг по проблемам в ЖКХ, и мэр, будучи тогда Трофимов Сергей, спросил, а сколько пришло на митинг людей? Ему сказали, это человек 500. Ну, как видите, народ за нас. Вот что значит не поддерживать сегодня тех, кто здесь стоит. Нас в одиночке легко ликвидировать, но с вашей поддержкой мы становимся в десятки раз сильнее. Вот это нужно донести до каждого, до своих детей, до своих соседей, друзей, родственников. Нельзя нас оставлять, мы же тоже живые. Я хотела бы спросить, Завьялова Ксения здесь есть? Нет. Слово предоставляется руководителю экологической инспекции Дмитрию Николаевичу Левашову. Добрый день, земляки. Ровно 400 лет назад, в 1613 году, русские люди, сильные духом, смогли показать, что земля русская чего-то стоит. Именно нижегородцы под водительством Козьмы Минина и князя Пожарского выгнали самозванцев и интервентов. Вот наше управление архитектуры и некоторые лица в администрации очень сильно напоминают, пусть не политических проституток, а самозванцев и интервентов. Они не думают, может быть, их дети будут жить в Соединенных Штатах, может быть, во Франции. Они не задумываются о своих близких, о своих родственниках. Они не знают о том, насколько высок уровень заболеваемости дзержинских детей. Я беру официальное письмо Роспотребнадзора, это бывшая санопедслужба Нижегородской области. Беру не очень старые данные за 2006 год, ни 20, ни 30-летние этого десятилетия. Заболеваемость дзержинские болезни органов дыхания. У дзержинских детей 1360, у подростков почти 500, 494, у взрослых 152. То есть заболеваемость, то есть детский организм более подвержен воздействию негативных факторов, в том числе увеличению загрязнения воздуха. Последствия как раз этого, это вырубка зеленых насаждений, это запыленность города, который до сих пор не в состоянии купить пылесос. Это при наших-то, допустим, тех же обещанных миллионах и миллиардах. Поэтому я предлагаю по окончании этого митинга зачитать резолюцию и рассмотреть возможность выражения недоверия действующему составу дзержинской администрации и лично главе администрации господину Виноградову, который живет в Нижнем Новгороде. Его дача находится на берегу Чемоксарского водохранилища поселка Макарий. Он ездит сюда 7 лет на работу. Откуда приехал в Дзержинск Портнов? Из Тобова, Ачумазин, из Мурома. Что их связывает с Дзержинском? Они здесь не родились. Может быть, им плевать на наш город? Мне хочется сейчас предоставить слово человеку, который к нам подошел в начале и попросил. Я житель этого города. Я родилась здесь. Я прожила всю жизнь. Наш город, как некогда возрождавшийся архитектором Кусакином, как город солнца, вы это все знаете. Был у нас замечательный садовод наш Ильяшевич, который спас этот город от пыли и грязи. Он здесь посадил деревья, которые до сих пор растут. И в память этих людей мы должны с вами объединиться и защитить свою малую родину. Слово предоставляется Риме Алексеевне Шияновой. Прошу. Здравствуйте, уважаемые жители города. Я коренная жительница города и обращаюсь к вам по поводу того, что действительно посмотрите, во что превратили наш город я помню территорию возле кинотеатра России. Какая была хорошая территория, какой был шикарный кинотеатр России. А теперь там что? Теперь у нас там одни топовые центры, одни топовые магазины, шашлычные, пепнушки и так далее. Лично вот мне это не нужно. Мне нужны скверы, нужны леса, нужны деревья. А посмотрите, во что превратили территорию в магазины, где Меркурий находится. Либо вырубили. Это что? Я хочу спросить таких господ, как Портнов. Он приехал сюда из Томова, да? Это вам не Томов. Вот я коренная жительница. Я живу здесь, в Родишинске, с рождения. Мне не нужно того, что вы там строите. Или взять, например, магазин Меркурий. Там тоже господин Семенец. Посмотрите, ну сколько можно вот этих вот торговых центров. не надо нам этих торговых центров. Нам нужны просто скверы, нам нужны деревья, нам нужны березы, липы. Просто больно смотреть на то, что творится вокруг. Липы, какие были шикарные липы. И теперь проходишь там, и ты видишь эти заборы, глубокие заборы, там заборы, на Пушкинской заборе, все территории оградили заборами. Ну сколько это можно, а? Сколько это все может твориться? А посмотрите парк, парки, что там все вырубили, и вообще всю территорию во что превратили? Ну вот они показили. Я хочу сказать, господа, услышьте нас, услышьте нас, нам не нужны столько ваших здоровых центров, нам не надо всего этого, нам хотим дышать, наши легкие хотят дышать, кислородом, а не тем, чтобы нам понастроили. Не нужны нам, еще раз повторяю, шашлычные и прочие, которые вы там, нам нужны просто кружу воду, кружные скверы, понимаете? И вообще я считаю, что нам, который написан при портнобе вот этот вот, надо его пересмотреть, потому что это что за такое уничтожить все деревья, что это будет, что останется нашим предкам, что это будет? Давайте, уважаемые люди, будем заставить наших руководителей услышать нас в конце концов, что не они тут хозяева, они все понаехали, сюда приехали, а мы коренные жители, наши требования такие, мы хотим, чтобы кислород был, деревья были, вот, у меня все. Я думаю, здесь, находящиеся на площади, люди готовы каждый сказать свое мнение и отношение. Вот сейчас в театр драмы проходят выпускники одной из школ и они проходят, видят нас, немногочисленную группу защитников зеленых осаждений, а это их город. Я хочу, чтобы это также стал город сегодняшней молодежи и поэтому надо всячески проявлять интерес. И еще одна опасность, которая нависает над нашим городом, никто как-то эти вопросы проходят мимо. Это то, что наш город стоит на песке на движимой почве с карстообразованием. Наши дома держат наши озелененные территории. Ранее, когда утверждался проект любого дома, предусматривалась обязательно засадка вокруг дома с серьезными корневыми деревьями. Это не просто для красоты, а для того, чтобы наш дом стоял. А сегодня наши кустарники уменьшаются, потому что их никто не засаживает, никто за ними не ухаживает. У нас уничтожаются деревья, потому что то там, то тут надо что-то пристроить к дому. Мы под угрозой однажды может произойти такое, что поплывут наши с вами собственное жилье. Я не пугаю. Сегодня этого еще угрозы нет. Но если мы не защитим наши озелененные территории и не станем грудью на защиту своей собственной жизни, мы получим результат тот, о котором я говорила. Я не пугаю, но надо знать, что такое возможно. Я хочу предоставить слово молодежи гражданский актив против уплотнения Нижнего Новгорода. В Нижнем Новгороде есть молодежь, которая тоже борется за свой город. Здравствуйте, левшенцы. Меня зовут Зайцев Александр. Тут мы правильно представили. Гражданский активист это не организация, это исключительно гражданин, проявляющий жизненную активность. Хотелось бы поделиться опытом о том, как мы проводили мероприятия в Нижнем. Сначала мы выступали против воплотнительной застройки, то есть застройки ведущих в жилых дворах, против сноса историко-кратикурных ценностей города, против уровня парков и зеленых посаждений. Для начала мы буквально группой в 10 человек выходили с пикетами, с небольшими митингами, в общем-то бывало подходили непосредственно к объекту строительства. Бывало нас задерживала полиция. Мы собирались, общались с гражданами, с жителями города, кому неравнодушены эти темы. Мы выходили на политические организации. В итоге собралось так называемое нижегородское гражданское движение. Мы нашли юристов, нашли представителей с администрацией работали. Мы научились писать жалобы. В общем-то самое важное здесь в этой неделе не бояться всем поддержать то или иное место, где проводится вырубка парков и так далее. То есть большой совет, как показала практика, активистам обменяться телефонами между собой. Очень полезно, когда выходят все жители на каждый участок. как правило застройщик и представитель компании останавливают работы, начинаются уже анализы юридических документов. После этого уже может смело обращаться в суд. Как показан опыт, в последней ситуации сносился дом по улице Юлинская, по улице Юлинская, номер 26, где фирма застройщик всяких документов просто обнесла дом с забором и начала снос. Подобные действия приостановили строительство, дальше началась проверка, выяснилось, что все ведется незаконно. В итоге фирмы представителей застройщиков проводили собыски, заведено уголовное дело. В данном случае считаю это успехом, потому что начинали буквально с небольшой группы. Надеюсь, у вас получится то же самое. это замечательно. У нас тоже в городе есть такие примеры, когда жители защитили и свои небольшие прилегающие к сфере. Кстати, мы хотим обратиться к вам, жителям. Не мешало бы поинтересоваться, если около вашего дома есть небольшой петачок зеленых насаждений. Какова его судьба? Кто ее собственник? Поинтересуйтесь, потому что зачастую вы можете не знать, что там могут что-нибудь допостроить и уничтожить некое пространство ваше около дома. И второе, если вы увидели, что около вашего дома кто-то ведет вырубку или какие-то работы вам неведомые, вызывайте сразу милицию и говорите, идет незаконный захват земли, а дальше милиция будет разбираться, она с них потребует документы, право, имеют ли они на эти работы или не имеют. Господин Себенец, когда строил свой городской рынок, он его построил в нарушении законодательства, к сожалению, наши власти не проявили тогда должной воли, но ему это понравилось и он таким же образом идет дальше. Это надо прекращать и только воля жителей может это остановить. Власть не видит нарушений, ей выгодно не видеть нарушений. слово предоставляется лидеру молодежной партии справедливая сила Виталию Касаткину. Уважаемые друзья, я буду краток, в принципе, все сказали свое мнение, все были услышаны. Я хотел бы подарить вас за то, что вы действительно вам не все равно, за то, что вы пришли сегодня сюда выразить свой протест. Мы знаем, что наш город, экология нашего города в ужасном плачевном состоянии. И я прошу вас, прошу вас и дальше ходить, и дальше требовать, защищать свои права. Все, спасибо. Спасибо. У меня родилось небольшое предложение, чтобы наши старшие товарищи, депутаты пришли вот в таких вот ленточках, в знак поддержки, в знак того, что еще остались честные и порядочные люди, которым все равно. Все, спасибо. Слово предоставляется члену общероссийского движения «Женщины во власть» Евгения Фетченко в стихотворной форме. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы знаете, я получила, ну, стих получила, вы так говорите, еще в то время, когда вырубали значит, сосны в карусели. Помните, тоже было возмущение, и вот в таком потоке как бы шло, и я поделюсь, и оно созвучено на сегодняшний день, и по сегодняшний день. Я вам его прочту, и я бы очень хотела, чтобы вы в каждое слово, оно как бы немножко длинноватое, но в каждое слово вслушивались. Неслышный плач, сосен, и стон, и крик мольбы спасти от убийства. Нет объявленной войны, а все вокруг воюет. Разрушить, убить, продать свой замысел стремиться, и нет противостоять злу корысти. Бог так и души свои мы продаем, поле незримой, негласно мы взираем в спокойствие своем. Беспомощными о злой духе придумывать различные законы, чтобы деяния своим оправдать, присвоить себе, что им не принадлежит. Так более-же терпеть такое разнуство, посмеяние над детьми Богоматери. Так более-же молить святым перед Богом о нас, сколь мы не разумеем. Есть только один закон Бога. Любить, сохранить, преумножить его творения. Вот истинный момент настал. Кто смело в бой вступился и на амбразуру лег за крестовой войной пламя злокорыстия, а кто-то из-под тишка трусли воззирает, кто-то в слабости своей немощи сказался, а кто-то дух свой и божественный арсенал Богов правды, справедливости, защиты на помощь призвал. Вот это и есть тот переход границ о мир жизни или мир смерти. Сейчас отбор идет, и время неуморимо, и как бы не опоздать. Человек, все в твоих руках, разуме, рассудке, твои ума и сердце, духа и души, по существам и роды. Человек и в образе деревьев, как искупить перед вами нашу трусость и силе, какой молитвой обратиться и вымолить прощение, чтобы искупить свою вину за убиение ваших красивых тел, под сенью, которых мы отдыхали и любовались вашей красотой, ароматом покоя и здоровья наполняя наши тела. О, Всевышние Боги, призываем, чтобы грянул гром вселенский и поразил черствые сердца и дух жизни покинул, кое немлют мольбом страданий плачу, спасти от других смертящих. Подтянули их поганые тела пространства жизни, сжечь те энергии, что накопили в жизни во вселенском костре и порадам их не оставить их энергии, дабы стать безвольными аморозными существами и никаких от них вреда не стало. Аминь, да будет так. Дорогие друзья, вы можете приобрести книгу Каштина и там есть карта Руси. Вы знаете о том, Атлантида была в центре. Кто изменил Землю? Это черный был заговор черных иерархов. Сейчас приходит сознание наше русов, ариев. Мы сейчас просыпаемся. Даже те, кто сейчас это делает, они просто не понимают, что делают. Кармически они получают свои результаты. Спасибо за внимание. Мы надеемся, мы очень надеемся, что власти все-таки прислушаются к нашему мнению. Если и сейчас они не прислушаются к нашему мнению, то они ставят под угрозу полностью доверие власти. А что может последствия какие быть? Это надо знать нашу историю. Мы очень не хотим повторения кровавой истории нашей страны. Давайте жить, уважая интересы друг друга. Мы все здесь жители этой страны. Мы россияне. Это наша родина. Пусть она маленькая, но наша. Слово предоставляется жителям нашего города Олегу Николаевичу Ухову. Нет их уже не наша родина. Все отобрали. Здравствуйте, уважаемые товарищи. Я вам расскажу сейчас, как я звонил Путину. На что я обратил внимание. Владимир Владимирович, мне стыдно за Россию, когда мы покупаем утюги, лопаты, пары импортные. Это же рабочие места, не выра уже в сантехнике или медицинском оборудовании. Второе. Медведи Федоркович не тянут, пусть уходят. Теперь дома престарелых и тюрьмы примерно фонд слагеря по-настоящему кошмар. Россия вся как стаги. Что? Я думаю, что не следует. Что делать? Я говорю, Владимир Владимирович, или гибилы, или гибилы управляют государством, или дороги, я другого не вижу. Когда наш город не принадлежит зержинцев, даже мне звонит один, говорит, ты знаешь, я откуда звоню? Я говорю, откуда? Из Чубазинска. Город приименовали, а я первый раз слышу. Как это так, Чубазинск? Вы посмотрите, все заводы, ни одного завода нашего нет. Одни оборудовщики. Вы знаете, чей Свиногорск, Свиногорск, по телевидению передали Абрамовича. Значит, его вот крышка. Владимир Владимирович, у нас на миллиарды долларов растащили заводы, а оставшиеся руководят Миксельбергии и Абрамовичей. Возьмите Свиногорск, Ивиногорск, Абрамовича по телевидению по нашему передавали. Это же Миксельберг Синтез. Всех ничего нашего нет. Мы отняли у нас все. Мы никто, мы никто. Мы не виноваты. В Миксельберге не все хайм, они дурь хайм, так и при Ленине, так же и при Сталине, и Хрущеве, и так далее. Здесь однозначно. Ничего, я обращался вот с Сопином. Мне обещал Бриккер с Сопином раз выхлажал, но в три раза жал, я его стыдил, как пацана, мы Юрия Таримовича когда хоронили, построить шахматный павильон, как ходишь в парк. Никто, ничего, я уже обещал, у меня пенсии это хорошие, правда только маленькие, я добавлю, куплю эти доски шахматные, ведь кругом одна пьянка а шахматных павильонов нету в городе, ну нет для молодежи, ведь это отвлекает от этого дела и развивает и силенький, но никто, никто не кошмар какой-то, что такое? Спасибо. Да, действительно. У нас сегодня удовлетворенность торговыми центрами обеспеченность на душу населения 160%, обеспеченность на душу населения культурно-развлекательными учреждениями 33%, детскими садами меньше 50%, но торговля у нас достигнет скоро 500% в городе, только с кого не собираются деньги брать? Вопрос. сегодня наш митинг подходит к концу. Как мы говорили, мы приняли резолюцию, которая будет направлена во многие адреса нашей власти. Слово для зачтения резолюции предоставляется Сергею Вилкову. Здравствуйте, Слово. Перед тем, как зачитать проект нашей резолюции, я еще вкратце подытожу. Я думаю, что те, кто подготовили поправки в новый генплан, всю неделю перед митингом наверное молились, чтобы сегодня шел дождь или даже выпал снег. Но этого не случилось. И чтобы мы не стояли под палящим солнцем, оно любезно скрылось за тучи. Но дождя нет. Это хороший знак. А также хороший знак, что мы в нашей борьбе не одиноки. Что есть еще депутаты, которым не наплевать на своих избирателей и на наш город. И вот наша маленькая победа, значит, и в том числе благодаря вот этим депутатам, которые здесь стоят, на земельном комитете они рекомендовали Думе отклонить этот проект генплана. Но главная битва впереди, потому что среди них есть мощное лобби, которое очень хочет, чтобы этот генплан прошел. Один из таких лоббистов поправок генплана на земельном комитете в его роли выступал Аранович Олег, депутат коммунист небезызвестный. Так вот, мы ему отвезли персональное приглашение, плюс мы рассылали вообще приглашение всем депутатам к Думу отвезли. Ну, как видите, кто пришел. Мы теперь знаем, за кого мы будем голосовать, да? Значит, Аранович, которого мы попросили, прийти и объяснить, чем же все-таки нам хорошо от того, что вырубит парк, от того, что закроет проезд Коке, от того, что у нас отберут леса. Но он не счел нужным. Я как бы обращаюсь еще сейчас, пользуясь случаем коммунистической партии, посмотрите, кто в ваших рядах. Посмотрите, просмотритесь пристально. Действительно ли это коммунисты? Может быть, стоит от таких избавляться, очищать как-то ряды, начинать? Это во-первых. А во-вторых, я призываю сейчас всех депутатов, которые 27-го придут на Думу, во-первых, вообще всех депутатов прийти на это голосование и всем однозначно голосовать против этого проекта, отклонить его. Теперь я зачитаю резолюцию митинга, проект резолюции, который мы сейчас с вами решим принять или нет. Резолюция митинга против утверждения проекта внесения изменений в генеральный план городского округа город Держинск 25 июня 2013 года. Место проведения площадь театральная город Держинск Нижегородской области. Мы, участники митинга, жители города Держинска Нижегородской области, выражаем решительный протест против утверждения проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Держинска. Представленный проект не соответствует целям его создания, препятствует устойчивому развитию города и созданию благоприятной среды жизнедеятельности, не выполняет существующие городостроительные нормативы, не обеспечивает сохранение природного наследия и в целом ведет к ухудшению качества жизни в Держинске. В целях соблюдения Конституции Российской Федерации и обеспечения законных прав и интересов жителей города Держинск требуем представленные на утверждение городской думы проекта внесения изменений в генеральный план города Держинск отклонить и направить на кардинальную переработку с учетом мнения общественности при обязательном участии в обсуждении проекта специалистов предложенных жителями города и общественности для этого вернуться к формированию технического задания на генеральный план при разработке технического задания учесть следующие требования жителей города городские леса гранича с селительной частью сохранить от уничтожения придав им статус лесопарковой зоны создав единую рекреационную систему объединенную элементами экологического каркаса сохранить от уничтожения под малытажное строительство ценные городские леса организовать работу по учету всех озелененных территорий города придав им статус озелененных территорий общего пользования на центральных проспектах и улицах города сохранить от уничтожения и уменьшения центральный городской парк выполнить требования норматива по озелененным территориям общего пользования отдельно для каждого населенного пункта входящего городского Держинска, организовать особо охраняемую природную территорию регионального значения в поселке Дачный, вернуть статус памятника природы областного значения лесного массива между Держинском и Решетихой, информировать общественность о возможных внесениях изменений в генеральный план города на стадии формирования технического задания, определить, какое количество жилья будет востребовано на период действия генерального плана города исходя из данной перспективы, разработать комплексную программу жилищного строительства с учетом трансформации старого фонда, исчерпавшего свой ресурс, разработать меры практической реализации данной программы на период действия генплана. По представленному администрации города Держинска проекту внесения изменений в генплан провести дополнительные экспертизы на коррупционную составляющую и в соответствии нормам и требованиям действующего законодательства РФ с привлечением независимых экспертов, уполномоченных на проведение таких экспертиз и имеющих соответствующую лицензию. По результатам экспертиз принять решение в соответствии с действующим законодательством и опубликовать их в СМИ для общего доступа. Учитывая тот факт, что норматив по озелененным территориям для крупных городах, равный 16 квадратных метров на человека, является непосредственно действующим, то есть подлежащим выполнению здесь и сейчас, а не за расчетный срок генплана, тот факт, что разработчик генплана с 2007 года заставляет жить в Держинске, жить в неблагоприятных условиях, когда этот норматив не выполняется уже 6 лет, хотя его выполнение легко достижимо путем придания статуса озелененных территорий общего пользования еще не уничтоженным озелененным территориям, а также тот факт, что внесенные изменения в генплан вновь отодвигают сроки выполнения этого норматива, а. инициировать тщательную проверку МП, ИГР, Нижегород, Граждан и проект, лишить эту организацию лицензии на осуществление деятельности, связанной с разработкой документов территориального планирования, президенту Путину взять под контроль качество проведения проверки данной организации, так как данная организация является причиной нарушения конституционных прав на благоприятную окружающую среду. Результаты проверки довести до организаторов митинга письменно. Требуем от властей Нижегородской области наложить мораторий на выделение участков под новое строительство жилых и промышленных объектов до принятия новых поправок в генплан города и мер по защите городских лесов. Создать согласительную комиссию по изменению правил землепользования и застройки и проведению генплана и ПЗЗ в соответствии друг другу. В состав комиссии включить представителей общественности. Сделать работу комиссии прозрачной. Учитывая масштабное загрязнение действующими предприятиями атмосферного воздуха, фенолом и другими загрязняющими веществами, в концентрациях многократно превышающих предельно допустимые, размещение химических и иных отходов в земле и водных объектах на территории Дзержинска, формальное отношение городских властей к ликвидации этих загрязнений, просим президента, как гаранта конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, инициировать и обеспечить финансирование комплексного обследования территории города с последующим обязательным опубликованием результатов СМИ, принятием мер по защите жителей Дзержинска от негативного воздействия в загрязненной среде. Просим губернатора Нижегородской области Шанцева Валерия Павлиновича издать письменные распоряжения, запрещающие инвестиционному совету при губернаторе Нижегородской области предоставлять инвесторам земельные участки, находящиеся на территории городских лесов, в радиусе двух километров от селительной части городского поселения города Дзержинск, административный центр. Дать оценку деятельности Министерства экологии Нижегородской области по защите городских лесов, непринятию мер в ситуации невыполнения в Дзержинске нормативов по озелененным территориям общего пользования и неудовлетворительную работу по защите особо охраняемых природных территорий города Дзержинске, в частности, лояльности к администрации Дзержинска в проекте по расчистке озера Святое. Подобная лояльность говорит лишь о том, что Минэкология Нижегородской области выполняет не природозащитные функции, а роль адвоката экологических правонарушителей. Просим Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации принять поправки в лесной, земельный и городостроительный кодексы Российской Федерации, четко формулирующие понятия городских лесов и определяющие их статус использования исключительно как защитных лесов и рекреационных зон. Не допустить принятия поправок, позволяющих изымать земли особо охраняемых природных территорий с целью использования особо охраняемых природных территорий в иных целях, чем памятник природы. Митингующие решили резолюцию митинга направить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, председателю правительства Российской Федерации Медведеву Дмитрию, председателю Государственной Думы Российской Федерации Нарышкину Сергею, полномочному представителю президента РФ в Приволжском федеральном округе Бабичу, губернатору Нижегородской области Шанцеву Валерию Павлиночу, председателю Законодательного собрания Нижегородской области Лебедеву, главе города и председателю городской думы города Держинска В.А. Чумазину, главе администрации города Держинска Геннадию Виноградову Кто за данные предложения? Прошу поднять руки Резолюция принята, сейчас просьба всем подходить к клумбе и подписаться под ней Уважаемые держинцы, здесь у нас стоит символ Как бы захоронения наших лесов Мы хотим, что это не случилось И депутатам, которые будут принимать 27 июня Или отклонять этот генплан, чтобы они еще раз задумались Мы ставим эту песню Питинг считается закрытым Не купите, мужики, не купите, мужики Не купите, не купите дерева Не купите, на темно зашка врача Не купите, сгоряча Не купите, мужики Не купите Музыка Музыка Субтитры подогнал «Симон»